Всем привет! С вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить замечательную игрушку Лимба. Да, в принципе, довольно-таки непросто находиться в этом жестоком мире. И вот меня больше всего волнует вопрос, кто же наш главный герой. Почему? Потому что, обратите внимание, что в принципе у него, у единственного светятся здесь глаза. Это единственный, скажем так, персонаж. Которого мы... Ну, единственный такой вид, который мы встречали здесь по пути. Все остальные даже чисто внешне немного другие. Вот. И поэтому, соответственно, кто это и кто его преследует, вопрос, который меня очень-очень волнует. Я так думаю, что и вам тоже интересно. Мало того, еще непонятно, куда направляется наш главный герой. Тоже не совсем понятно. Я так и думал, что нам придется вернуться назад, потому что уж слишком мы целенаправленно пробежали мимо. В первый раз. Но тогда нами двигало что-то другое. Так. Отлично. Да, блин, бы все не просто так. Угу. Ну, это довольно-таки просто. Так, минуточку. Просто. Совсем, казалось бы, чуть-чуть дотянуться до веревки и почему-то не получается. Вот. Но больше всего, на самом деле, вопрос меня волнует не столько, кто наш главный герой, а сколько вот сейчас меня интересует окружающий мир. То есть мы с вами пробежались уже по лесу, а сейчас находимся, ну, потом, какие-то сантехнические сооружения, потом, помните, мы пробежали по крышам домов. А, ну да, да, здесь же есть ящик. Интересно, зачем он нам будет нужен? А, ну, логично. Он нам будет нужен для того, чтобы достать до веревки. Вот. Сейчас мы находимся в каком-то подобии города, что ли. Точнее, находились в каком-то подобии города, а сейчас находимся в каком-то подобии технических, ну, заводские какие-то условия. Так. Давайте попробуем. А, подождите. Да, нет. Так, а что у нас вот там наверху, интересно? Я могу каким-то образом забраться вот сюда. Нет. А, ну, это можно сделать в другом способе. Довольно-таки тоже несложно было догадаться. Меня просто больше всего интересует именно не вот сам окружающий мир, а жители, которые в нем находились раньше, куда они все подевались. Вот что меня больше всего интересует. Из всех животных, которые мы с вами видели, это был лишь паук и какое-то собакоподобное существо. Так. Отлично. Значит, мне не показалось. Так, что-то там вылетело из этой трубы. Но при этом, я, честно говоря, думал, что ее сломаю. Отлично. Вместо этого я сломался сам. Ну, значит, какое-то другое решение должно быть здесь. Так. И опять все с самого начала, да? Ну, да ладно. Вообще, у меня уже появились первые предположения. Так. Отлично. Можно немножко по-другому действовать. А, минуту. Подождите. Круто. Так. Я сделаю мету. Глупость, извините. Сначала отпустим. Сейчас проверим одну теорию. Да. Совершенно верно. Круто. Ну, что ж, отлично. Да, друзья. Так, ну, единственное, что нужно будет нажимать заново рычаг. Ну, ничего страшного. Так, и, насколько я понимаю, нам нужно опять действовать на время. Супер. Да, представляю себе, как вот в реальности, если бы это был бы я сейчас висел на этой веревке, раскачиваться над... Так, отлично. Очередная пила. Ой, да. Не смог я перекрыть. А как, я сейчас уже ничего не смогу сделать. Так, все понятно. Здесь нужно составить один ящик на другой. Все понятно. Но только... Как же успеешь это сделать? Да, здесь... О, круто. На одном дыхании, друзья. В одно касание, как говорится. Вот и нора, знаете, бывает такое, что, ну, просто везет. Так, и вот только что я пожаловался, что мы с вами видели только определенное количество монстров. И вот, пожалуйста, еще один. Я так полагаю, что туда дальше идти нет никакого резона. Ну, давайте попробуем, почему бы нет. Круто. Ну, вот это да. Ой, ужасно страшно, друзья. Ужасно страшно. Там наверняка можно что-то сделать. Там наверняка что-то есть интересное. Но... Ай, да. Круто. Лестница, разумеется, которая разрушается. Эти ужасные звуки, которые издают насекомые. Ну, они на самом деле... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я так-то комаров не люблю. А, подождите. Так нам что, нужно на него запрыгнуть, что ли, получается? А для этого, видимо, нужно отбежать назад, чтобы... Комар не переживал. Так, интересно, как же я должен это сделать? Так, хорошо. И что самое интересное, я... Самое интересное, я никоим образом этот процесс не контролирую, и назад я вернуться тоже не могу. Хм, забавно. Ну, и что же нужно делать? Лестницы здесь нет. Подняться наверх, я так понимаю, я не могу. Ну да, совершенно верно. Путь назад отрезан. Фантастика. Что же нужно сделать? Причем, обратите внимание, что он на разную высоту подлетает каждый раз. Так. Может быть, нужно подождать, когда он увлечется своим замечательным мероприятием. Что он там только делает? Да что же это такое? Ой, да. То ли... Ну вот смотрите, явно. То есть я его не могу достать никоим образом. Давайте просто попробуем постоять. Может быть, здесь задание на выдержку? Ну, хотя, вы знаете, на месте комара, если бы я увидел некое создание со светящимися глазами, которое прячется в темноте, я бы не рискнул вот двигаться дальше. Да нет, стоять здесь можно, конечно, бесконечно, только, по-моему, это никоим образом не помогает. Давайте встанем вот внутри этой кучи. Кстати, вот если... Что же это за мошки, если вот этот комар, он такой большой, огромный, что же там за мошки тогда? То есть здесь такое пересечение миров получается, да? Нет, никак он не хочет с насеста со своего слетать. Но при этом, когда я к нему подхожу, не зря здесь, конечно, сделана вода, потому что она здорово стесняет движение. Потому что нужно отвернуться. Ммм, да. Самое настоящее насекомое. Такое же. С одной стороны, беспечное. С другой стороны, очень внимательное. Вот он посмотрел. Ага, то есть нужно медленно, аккуратненько продвигаться. То есть просто так бежать нельзя. Вот потому что оно-то увлекается своим замечательным мероприятием. Видите, да? Нет, лимба не повторяется. Это точно. Ах ты. Ой, да. Спугнул. Ну, теперь-то мы знаем, как действовать. Ага. Может быть, нужно просто с места прыгать на нее сразу. На нее. На него. Ну, хотя, может, это не комар вовсе. Может быть, это просто муха. Отлично. Совсем чуть-чуть. Он уже даже руки протянул. Ой, да. Так, ну что ж, давайте еще раз попробуем. Надо просто действительно прыгать с места. И, знаете, тишина такая звенящая, если вы сейчас слышите. Так, ну, понятно. Ладно, друзья, попробую я сейчас... Чуть позднее к этому вернуться. Видимо, нужно с какого-то с этого места. Вот, да, отсюда. Потому что дальше уже... Так. Еще раз. Работа над ошибками. Отлично. Вот это круто. Ой. Ой, да. Это ужасно. Использовали бедную мушку, да еще и оторвали у нее лапку. По ходу игры, друзья, приходится все-таки принимать такие решения жесткие. Со стороны кажется, что наш главный герой об этом не задумывается. Может быть, так оно и есть. Может быть, это просто чья-то душа неупокоенная. Что вполне вероятно. Что вполне вероятно. Если мы вернуться сможем, если что-то, да, сможем. Ну, в таком случае давайте попробуем. А, вот здесь, смотрите, с этой стороны можно забраться. Круто. Так что, может быть, это чья-то неупокоенная душа. Которая пытается вернуться домой, в рай. Еще куда-то, даже не знаю. Опять мои очередные предположения. Ой-ой-ой. Ошибка-ошибка. Ай-яй-яй-яй. Ну, понятно. Так, надо поближе, видимо, расположить их друг к другу. Как-то вот так, что ли. Забавно. Так, все понятно. То есть, все-таки нужно... Посмотрите, вот эту я подвинуть не могу. Я могу ее только вперед подвинуть. А вот в эту сторону все, она уже застревает. Значит, вот так вот как-то это нужно сделать, да? Ну, что ж, давайте попробуем еще раз. А, стоп. Так и эту я тоже могла двигать, только ограниченно. Только вот сюда. Значит, где-то на полпытья должен остановиться, получается, перелезть. Да. Так. Но в любом случае тогда мне нужно пододвинуть вот эту вещь сюда. Так или иначе. Времени у меня будет очень мало. Ну, да ладно. Давайте попробуем. Да. Времени на самом деле очень мало. Ну, причем нельзя, видимо, резко останавливаться, потому что колесо начинает очень быстро передвигаться сразу. Да что ж это такое? Времени просто катастрофически не хватает. Ой, 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 понятно. Чуть-чуть вперед сдвинем. Вот так, да? Так, а может быть, мне все-таки нужно что сделать? Она сама туда докатится? Точнее, оно, колесо, само туда докатится? Если вот так вот я до конца его... Да, кстати говоря, но мне потом нужно будет сразу отодвигаться, и все понятно. Значит, немного не так нужно делать, как я изначально думал. Так, единственное, что, конечно, колесу такое серьезное ускорение придается. Так. Кто-то еще дождался, чтобы оно перекатилось. Самый настоящий хардкор, по-моему, друзья. Так, ну и понятно. Так, еще одна попытка. Так. Так, 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 так. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, и что нам это дало? Самый главный вопрос, по-моему. Ради чего все это было? Так. Зачем мне понадобилось это колесо? Ну, вот зачем я его взял? Понятно. Надо, видимо, да, в этот момент подставить ящик, что ли. Сейчас попробуем. Забавно. А зачем это нужно, если мы уже здесь поднялись? Видимо, здесь какой-то есть секрет. Так, ну давайте. Побежали. Так, да что же я делаю? Ой, друзья, прошу прощения за... Ой, это ужас какой-то. Ну, элементарная вещь, почему я не могу сделать? И вообще непонятно, зачем я это делаю. Давайте еще раз. Ну вот. Еще одна попытка. А, я, наверное, понимаю, зачем я это вообще делаю, потому что мне понадобится вот этот вот ящик, скорее всего. Да, без него я просто не запрыгнул на эту платформу, все понятно. Да, теперь-то понятно. Ну вот почему я убился? Что такого произошло? По-моему, это... Ой, ну ладно. То есть я падал с гораздо большей высоты и при этом оставался невредим. И вот сейчас там с какой-то... Ай. Так, надо пододвинуть. Так, ну теперь-то, слава богу, мы знаем, ради чего все это и знаем, каким образом действовать. Вот так. Я вообще, честно говоря, думаю, что если вот эта вещь опустится на нашего главного героя... Да зачем же, ну зачем? Когда я подбегаю к ящику и слишком рьяно нажимаю кнопку вправо, он на него автоматически начинает забираться. Вот почему вот сейчас вот он так не делает? Нет, значит, когда я... Ну да ладно. То ли игра, друзья, усложняется уже довольно-таки серьезно, потому что некоторые вещи приходится проходить по несколько раз. Так, ну в этот раз я умудрился на него пасть. Да, действительно, вот сейчас самое время. Ой. Уверен, вы меня сейчас просто проклинаете. Причем, если я именно обходным путем пойду, то я просто-напросто не успею сделать то, что нужно. О, круто. О, круто. Да, теперь я буду умнее. На всяком случае, надеюсь, что я буду умнее. Так, ну что ж, друзья, эта серия полная боли и разочарований подошла к концу. Значит, увидимся с вами в следующих сериях. Напоминаю, что с вами был Добрый Макс. И замечательная, но очень сложная игрушка Лимба. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok